Сегодняшняя тема. На основании личного заявления, поступившего в Комитет по здравоохранению, главный внештатный специалист нефролог Александр Земченков освобожден от занимаемой должности. Новый главный специалист на его место будет назначен в ближайшее время, сообщили в Комитете по здравоохранению. Сегодня адвокат обвиняемого подал жалобу на решение об аресте. Как рассказал «Фонтанке», 6 апреля новый адвокат Земченкова Михаил Иванов, дата заседания пока не назначена. С обвинением в убийстве супруги 4 дня назад нефролога отправили в СИЗО. Семья доктора не верит в реальность версии следствия. Земченков дал признательные показания, в которых рассказал, как 11 лет назад во время ссоры толкнул жену Ирину Земченкову. По его словам, она упала и ударилась головой. Тело врач расленил в ванной, останки выбросил в мусорный контейнер в соседнем дворе. Пропавшую жену нефролога активно искали несколько месяцев. Заявление о пропаже жены написал сам нефролог. Вскоре после исчезновения он снова женился. Новая семья доктора живет в той же квартире. Дело об исчезновении доктора Земченкова и было возобновлено после того, как на прием к главе СК Александру Бастрыкину попал 92-летний отец пропавший Геннадий Кононов. Поговорил с врачами, которые знали Земченкова. Некоторые коллеги уверены в его невиновности, они отзываются о нем с теплотой и уважением. Выдающийся, даже гениальный доктор, говорят об Александре Земченкове в Мариинской больнице. Другие же, напротив, сомневаются и называют его противоречивым человеком.